Сегодняшний тест, ребята, мы решили начать с колес, потому что нашу любимую тестовую парковку Окупировали агенты недвижимости, креманные И сегодня на нашем тесте автомобиль Seat Leon Seat Leon Leon FR Что это? Что это? ФР? Нет, брат СТ А написано ФР? Нет, давайте так Seat Leon ST в пакете ФР Вот это будет правильно, потому что СТ это тип кузова ФР это тип обвес Ну, типа дополнительный пакет некоторых опций В частности, он включает обвес, мы обязательно вам покажем И дополнительные настройки подвески, да, там, и работы двигателя Да, значит, что хотелось Короче, сарай Да, но, ребята, язык, честно говоря, не поворачивается Назвать эту машину сараем в полном смысле слова Но со всеми теми качествами, которые присущи этому кузову То есть пенсионный характер, большая грузоподъемность, чтобы ехать на дачу Машина, на самом деле, вот я сегодня ехал, когда на работу подбирал Какое-то сравнение, да, чтобы можно было по нескольким словам сразу почувствовать, да, вот эту машину И знаешь, Иваныч, я понял, что вот эта для меня машина, вот ассоциация с молодой, занимающейся спортом девушкой Легкой, воздушной, быстрой Ну, девушка большая, я бы, с большим багажом Ну, высокая Ну, хорошо, с большим багажом знаний, если мы про багаж Нет, серьезно, вот первое ощущение, что этой машине очень легко ездить И она очень легко управляется, да, она вся парит в воздухе Это, кстати говоря, связано, ну, не знаю, визуально это связано с тем, что в этой машине стоит этот пресловутый русский пакет, да И когда вы видите эту машину на фотографиях на сайте, на официальном, да Конечно, выглядит она там более привлекательно А потом в жизни, да, вы не можете понять Типа расстраиваетесь сразу же, вот так, типа, блин, ну она стрёмненько выглядит Жизнь именно, вот, да, приподнята Как-то непонятно, потому что, конечно, в дизайне, да, автомобиля ведь учитывается еще и то, как она смотрится на дороге Конечно И мне кажется, что это, ну, уже пережиток времени, когда особенно немецкие производители вот этим грешат, да Они уперто, упорно комплектуют машины, идущие в Россию русским пакетом этим российским Который, в первую очередь, подразумевает даже не другую степень отепления, там, да, отопления За дополнительные опции специально предназначенные для наших стран А это обязательно, обязательно подвеска, которая поднята Ну, клиренс, ну, короче, клиренс, да Два с половиной, три сантиметра И получается так, что сегодня в автопроме эти сантиметры считаны, да, дюйм фактически И отменяют полностью внешность автомобиля Потому что пропорции ширины кузова, да, к высоте над дорогой Они сразу окажутся нарушенными, и машина выглядит убого Короче, негармонично Но, ребята, значит, это проблема, которая решается Есть две проблемы, которые можно решить относительно просто Это поднятый этот русский пакет Ну, и, наверное, с шумкой можно что-то более-менее сделать Не вторгаясь в тонкие материи, да, автомобили Настройки какие-то Да, полтора дня и шумку вам сделают Значит, в этой машине что? Понятное дело, что это брат, младший брат Ауди, да Здесь очень много... Ну, в иерархии, да, пульсвагенского концерна Здесь очень много от Ауди в качестве материала, да Вообще даже подход, слушайте, к организации, да, пространства и водительского, и пассажирского Вот ноут, да, система, при которой вы изменяете настройки, да Ну, вот, например, вы изменяете рулевой управление, двигатель и климат Здесь не регулируется подвеска Подвеска, да В этой комплектации, да Вот, вы можете, соответственно, ездить либо в обычном спортивном режиме В экономичном и индивидуальном, ну, можете изгаляться, как вам хочется Но даже вот в обычном режиме, да, который является самым стандартным Автомобиль ведет себя, ну, исключительно приятно Дело в том, что в линейке фольксвагеновских моторов, а Seat это Volkswagen Group Несколько лет назад появился замечательный, мне кажется, двигатель, да, 1.8 180 лошадиных сил Да, крайне удачный по соотношению Турбированный мотор, ТСА Да, по отношению динамики и расходов Ну, вот где-то, грубо говоря, при моем цикле смешанном Там 7,7 где-то литра получается расход при достаточно бодрой езде И машина, конечно, ну, действительно, ребята, она просто радует, правда То есть, можно придираться к тому же этому клиренсу с точки зрения внешнего вида, да Можно, сейчас мы с вами остановимся и посмотрим, наконец, машину снаружи к задней оптике Ну, разные марки, производители в последнее время удостаиваются нашей критике задней оптики И, к сожалению, у Леона нет исключения Но в целом, ребята, вот ты садишься в автомобиль И он тебя действительно по-настоящему радует В нашей комплектации вот здесь вот в дверях установлены еще и, ну, невидимые днем, понятно, да Светящиеся элементы Но которые изменяются, опять же, при выборе режима движения Да, да, да То есть, там, в режиме спорт у вас красным светом, да, заливает салон Да, из таких нюансов, да, когда, если речь зайдет о том, чем же все-таки Seat отличается от той же Audi, в свою очередь, от Golf, да, ну, вот, если мы говорим о моделях сходных, да, от Skoda Octavia Combi Да, то мне показалось, вот чисто субъективно, что в этой машине Это мелочь, как бы, но бросилось в глаза В этом автомобиле, например, при открытом стекле Вот выбран такой угол передней стойки Что меньше, чем в других автомобилях идет задувание воздуха Шумное и некомфортное для водителя Мне так показалось Все с открытым окном путешествия Ну, когда температура где-то воздуха была где-то градусов 15 на улице Да, я включал кондиционер, открывал И мне показалось, что при таком угле, да, в общем-то Короче, аэродинамика Аэродинамика более успешная здесь использована, да Все остальное, ну, конечно, это Volkswagen Group, да, вы понимаете, что Компоновка Нет, ребята, у нас был на тесте, правда, в телевизионной версии нашего проекта большой тест-драйв Именно, сяд ли он в кузове хэтчбэк, когда он только появился И вот, просили снять нас обязательно вообще тест хэтчбэка, да, именно интернет-версию Но вот в данном конкретном случае мы обратили внимание именно на сарай, на универсал Ну, новинка рынка Да, потому что это новинка, хотя он там уже несколько месяцев продается На что я бы обратил внимание, да, вот асимметрия, вот это появилось, да, в интерьере Опять же, от Audi, наверное, все-таки, да, больше, чем от того же Volkswagen И меня вот поразило, смотрите, очень тоже А что, в Гальфине, так? Ну, как-то вот, я имею в виду, вот про эти какие-то линии Они как-то асимметричны Нет, смотрите, вот мне очень тяжело было сегодня закрепить, допустим, нашу GoPro на лобовом стекле Потому что очень, ну, приличное такое расстояние, да, от края торпеды до лобового стекла Ну, то есть очень много пластика Вот эти линии все Как ноги? Удобно? Нет, ноги удобно, да, кто-то звонит Значит, мягкий пластик вот здесь Вот здесь он полумягкий и абсолютно твердый, да, сзади, на задних дверях А, слушайте, и ведь здесь нет вот этой гребаной перегородки, да И я бы, кстати говоря, убрал бы эти зеркала бы дальше, вперед Туда? Еще бы дальше, да Потому что раз нет перегородки, нет логики, зачем они как бы вынесены ближе ко мне, как к водителю Ведь, ну, хотя, может быть, для того, чтобы угол обзора расширить Потому что если зеркало поместить, например, перед глазом, то угол обзора будет 180 градусов А чем дальше, тем угол уже, понимаете, да? Не понимаю Это законы физики Да А, и, кстати, слушайте, и еще из фишек, да, которые я вот у Volkswagen Group, может быть, я невнимательно, вы нас поправите в комментариях Обратил внимание, смотрите, для удобства водителя у вас среди опций, вот, ну, там, средний расход, время движения и пробег Есть еще и количество оставшегося места в баке Нет, только на сяди, я видел То есть вы, да, останавливаясь у заправки, вы знаете, сколько, например, если вы хотите оплатить, да? Согласен, это очень удобно Сколько литров у вас войдет? Значит, смотрите, понятное дело, что внутри концерна есть конкуренты, да, но тот же вариант и комби Ну, на рынке огромное количество автомобилей в кузове универсал и тот же Focus третьего поколения в кузове универсал И Hyundai делает И Hyundai, соответственно, и Kia Ceed, да, и SV Wagon Значит, достаточно много, в принципе, они даже, ну, Ford, я сказал, Focus, подешевле даже, да? То есть там... У Ford меньше сзади места И самое главное, что у Ford вот это есть самая большая проблема Да, нога здесь Да, нога здесь, поэтому, ну, будьте внимательны И не такое разнообразие силовых агрегатов все-таки, да? У того же Kia Ceed 1.6, по большому счету, мотор, да, который вам будет предложен на выпад Соответственно, и стойте эти машины, все будут дешевле в топовых комплектациях Ну, вот, собственно говоря, получается, что Skoda и Seat будут самыми дорогими автомобилями Если мы говорим про этот сегмент А, ну, там и Chevrolet Cruze есть в кузове универсал Ну, то есть эти... А, есть у нас Astra Tourer Sport, да, получается, у нас, опять же, в кузове универсал Ну, там все... Ух ты! Да-да-да Какая женщина! Ну, там цена будет заканчиваться, там, до 950 тысяч рублей за самую топовую комплектацию Совсем недавно я смотрел тот же Focus, третий Значит, в комплектации Titanium в кузове универсал с максимальными скидками, которые дает салон, допустим Да, этот автомобиль стоит 840 тысяч рублей Ну, то есть это вот вообще, это потолок просто Не знаю, может быть сейчас... Ну, с дизелем будет дороже Ну, к сожалению, к большому они почему-то на универсал, который собирают здесь, не ставят дизель Ну, в этом есть какая-то большая проблема Но, во всяком случае, я не нашел именно комплектацию с дизельным мотором И, надо сказать следующее, мы, как вы знаете, большое внимание уделяем толщине руля Ну, вы знаете, чисто по мужской привычке хочется в руке держать что-то такое... Да, крепкое, типа этого, черенка лопаты Самодостаточное, да Черенок лопаты обычного, чтобы он таким крепким, большим, увесистым был И надо сказать, что здесь руль как раз не очень толстый, он интеллигентный, да Но каким-то странным стечением, знаете, он гармонирует со всей этой легкостью, да Которой эта машина вот снабжена, да, она дышит этой легкостью И, в принципе, более тяжелый руль здесь был бы, наверное, даже и неуместный Да, да Вот, а что касается, действительно, ребята, динамических характеристик, ускорения, да Как эта машина пришпоривает, да, как она идет в потоке Как она на загородной трассе прибавляет, и прибавляет с этим прекрасным мотором 1.8 Ну, самые лестные отзывы, да, об этой машине Причем ведь, смотрите, они как хитро развели внутри одного концерна, да Ну, во всяком случае, на российском рынке, да, автомобиля То есть, Skoda Kombi Там есть возможность выбрать себе полноприводный автомобиль, да То есть, 4х4 Он там будет стоить, там, миллион двести, там, да Где-то вот, ну, вот такие цифры будут фигурировать Значит, вот, пожалуйста, такой спортивный универсал получается, да Вариант вообще не поставляется Audi A4 Avant, да, соответственно, ну, для людей, у которых есть деньги Audi A4 Allroad, соответственно Ну, для людей, у которых очень много денег И которые хотят именно спортивность Ну, спортивный автомобиль с приводом Quattro Ну, и который достаточно компактный Да, да, и компактный Поэтому есть из чего выбрать Если мы говорим про линейку автомобиля от Конферна Volkswagen Значит, я бы на что еще обратил внимание Значит, почему Audi, да, вот эти цифры, циферблатсон, да Комбоновка, ну, очень, очень это все близко Но, значит, опять же, если возвращаясь к вопросу о том Чем этот автомобиль отличается от того же, от той же Octavia Combi Ну, давайте так, давайте от Audi скорее, да Не, 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 ну, смотри Значит, это MQB, да, это Golf 7 Значит, у нас не поставляется на рынок официально Golf вариант Да, соответственно, Seat вынужден, соответственно, для того, чтобы Каким-то образом присутствовать на рынке И иметь более конкурентное, ну, конкурентное преимущество Поставлять сюда кузов или формат автомобиля, который не поставляют другие участники концерна Соответственно, они вот выбрали именно универсал, да Потому что Golf вариант, это Golf вариант Вот тот Golf вариант, который официально не поставляется к нам Но от того же Combi, от Octavia, да, отличает, ну, конечно же, более скромные габариты багажника Ну и в целом, да, салона самого Компактнее Ну, более компактный, да, это все-таки, ну, этот автомобиль более компактный Но в том, как эта машина двигается, да, движется по дороге Больше, ну, больше, правда Ну, мы и на седан же, да, лифтбэк тестировали Там немножко другие ощущения Сейчас мы, наконец, рассмотрим машину А, ну, включи, включи Там, ну, еще из фишек каких-то, да, сиатровских Ну, таких, на которые стоит обратить внимание Ну, вот этот пакет, понятное дело, включим магнитолу Значит, не самый большой дисплей Может быть, к этому есть вопросы Ну, вот с точки зрения мультимедиа, да И вот, в отличие от той же Audi, да, которая, вот, вынуждена тиражировать эту историю с этим, с этой шайбой, да Вот, пожалуйста, вы видите, да, как меняется Ну-ка Сейчас давайте радио, допустим, возьмем Вот, смотрите, уберите руки, убери руки, убери руки Здравствуйте Вот, видите, да Вот сейчас экран, условно говоря, неактивный Ну, так, как только вы подносите руку, да, активируются вот эти зоны Звук вручную, вот, вот, видите, да Вот они, они начинают затемняться Вот вы убрали Вот, видишь Ну, то есть, экран реагирует на... Ну, вот эта панелька Да, вот эта панелька, я так понимаю, да Ну, и, собственно говоря, ну, здесь, мне кажется, очень удобный интерфейс Он похожий и на Шкоду, и на тот же Golf 7 Но, во всяком случае, это однозначно лучше, чем тот... Ну, и интересная комбинация, грубо говоря, аудюшных и фольксвагеровских опций Да, фишек, фишек, да, фишек Вот, ну, а теперь давайте посмотрим на машину Друзья мои, что касается внешности автомобиля, да Я бы сравнил тип вот этого кузова По факту это, конечно, формально универсал, да Но аудюшный, типично аудюшный увеличенный скос, да, заднего стекла Который превращает этот сарай, этот вагон, фактически в спортивный универсал, да Очень близко по типу аудю А4 Allroad Да, и по идеологии это, скорее, знаешь, достаточно популярным моделям праворуких японских тех же Toyota, да, которые вот... Ну, такие спортивные Я не помню, как эти машины называются, но, грубо говоря, доноры, которые подарили нам первое поколение Авензиса В Японии, я забыл просто сейчас название В Японии они прислали, как правило, в виде универсала, вот такого спортивного, да Единственное, что в этой машине, ну, я скажу абсолютно неправильно, да Это те самые 2,5 сантиметра, вы по аркам колеса-то видите, да Хочется эту машину придавить, хочется ее опустить, чтобы она была полностью гармоничной Причем здесь 17-е колеса, и они не спасают, вообще не спасают И не самый удачный рисунок дисков подобран, да, потому что в базовых комплектациях, ну, можно себе подобрать с более интересным рисунком Да, теперь давайте задницу рассмотрим, раз уж уже чуть-чуть критиковали ее Сегодня не в совсем обычном и классическом месте, для нас мы снимаем тест Ну, вот смотрите, фонари сами по себе, рисунок этих фонарей, да, он интересный Но, вот, сама компоновка, как мне кажется, вот именно вот этого фартука заднего, да, заднего бампера, задней крышки Вот какую-то изюминку, да, вот Мне кажется, еще неправильный выбор цвета для преспаркового автомобиля Белый, но у них цвет запуска белый, и вот этот, вот именно вот в этом Машина должна быть чистой Вот мы видим, что с машиной происходит в условиях нормального московского В принципе, особой грязи не было, а уже, в принципе, машина теряет лоск, да, это лоск Потому что этот цвет должен быть обязательно чистым, как и черный, например Вольксваген, да, тут ничего Видите, смотри, да, вот эта вот черная же выштамповка, видишь На машинах цветных, да, эта штука будет играть Ну, добавляй А на этой она просто выглядит, как грязь Ну, вот, смотрите, фольксвагеновское решение Багажник 587 литров Значит, у Octavia Combi багажник там литров на 30, на 40 больше Но этого достаточно со сложенным задним рядом и передним сидением Здесь переднее сидение, как у Octavia, тоже можно заказать, чтобы оно складывалось На там 1470, ну, это огромное просто пространство Причем трансформируемый пол Ну, я не знаю, ну, все можно перевести в этом багажнике Ну, единственное, что, опять же, вот скос, да Попробуем Вот этот скос, да, он у вас блокирует все крупные и квадратные Вещи, вещи Не, ну, он этого не почувствовал Сейчас посмотрим Ну, вот, видите, то есть Здесь еще некая, да, вот он, он неровный этот пол То есть можно каким-то образом еще это пространство использовать Вот, посмотрите, вот здесь какие-то вставочки есть Сломал Я не знаю, как их можно Он был, в принципе, нормально использовался Да, то есть вот так Это было как надо Как надо было, точно А теперь как Ладно Просто кидал А, смотрите, сиденья у нас здесь откидываются Да, есть специальные ключи 12 вольт здесь же Так, минуточку Так, минус сразу есть Есть, да Нету у нас пневмоподдержки Хотя не самый дешевый автомобиль, если мы говорим, да, про ценовую политику Чистенький Чистенький Знаете, что касается силовых агрегатов Начинается 1,2 Причем там есть дефорсированный и 105 лошадиных сил Дальше 1,4 122, 140 лошадиных сил Ну, давайте так Мы скоро вас познакомим практически с годовым тестом нашего жука красного Который вы уже много раз встречали Да, с двигателем 1,2 1,2 Есть мысли по этому мотору, да, по мотору 1,2 Мне кажется, что, конечно, ну вот этого мотора хватает для того, чтобы тачка Превратилась в отличный спортивный аппарат, да Причем поскольку Кузове универсал Причем поскольку длинная универсальная база, да Вы получаете отличную устойчивость на трассе И машина с этим мотором одинаково шикарно себя ведет И в городских условиях, и в загородной, да, потоке Короче, 1,4 122, 140 И топовая 180 лошадиных сил 1,8 Да, дитиль, насколько я понимаю, пока не поставляется на наш рынок И опять же, в ожидании мы, ну, этого атмосферного 1,6 Будут поставлять они автомобили с этим мотором Для того, чтобы удешевить стартовую цену на эти автомобили Значит, стартовая цена 729 тысяч рублей Ну, это вообще абсолютно голый автомобиль А этот стоит 1,080,000,000 с этим мотором Ну, от, да, 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 да Потому что там дополнительное количество опций А, ну и давайте переднюю оптику Передняя оптика, кстати, шикарная Потому что, вот, потому что она фактически Я думаю, что прибавляет тысяч, так, 50, наверное Стоимость Может быть, даже сотку этому автомобилю Потому что, как вы видите, нет никаких привычных линз Вот я сейчас включу ближний свет Ну, она полностью светодиодная Конечно И, конечно же, эта оптика очень эффектно работает в темноте Ну, я имею в виду Ну, и рисунок, да, ходовых огней Ну, то есть, попытались они, опять же, да, найти свою собственную стилистику Давайте теперь посмотрим на место для задних пассажиров Я в этом автомобиле с двумя детьми, с женой передвигался Ну, вот, это место, соответственно, там, ну, для старшего ребенка Подвиньте кресло сюда Так, присядьте Ребенку на самом деле комфортно было То есть, он не задевал Вот тут чистые, да, спинки сидений Ну, вот, пожалуйста, здесь эта выемка Даже взрослому здесь будет комфортно Я за Серегой сейчас сижу, да Единственное, понятное дело, для того, чтобы этот автомобиль имел хоть какое-то преимущество С точки зрения цены Немножко, да, удешевели они эти Задние, задние отделы Да, да, да С этим надо смириться, потому что в Европе Вообще ценовая политика на Сеата Они должны стоить на 10% дешевле, чем автомобили Вольксваген Но, в принципе, если мы говорим о Шкоде комби Стартовая цена одна и та же на эти автомобили 729 тысяч, там, 728-729 тысяч рублей Ну, я предлагаю... А, и... сейчас Что-то падает? Нет, давайте... Ну, смотри, люди работают И быстренько еще Потому что не было на нашем интернет-канале Ну, подробного теста именно хэтчбека, да Отличные зеркала, но такие тоже, опять же Гольф Гольф такой, да, Ауди стайл Ну, в целом, на что еще здесь обратить внимание? Нету комфортного доступа? Да, в этой машине нету Да Приходится ключом валандать, да Ну и что? И, ребята, еще раз Единственная причина для того, чтобы иметь какую-то претензию Это, опять же, клиренс Вот этот гребаный российский пакет, да Во всем остальном Лучшая, ну, мне кажется, одна из самых лучших Приятных аппаратов, аппаратин в своем классе, да И мне кажется, что чем больше будет проходить времени Тем этот кузов универсальный Будет завоевывать все большую популярность, да Потому что все мы люди уже взрослые И, в принципе, она машина При том, что у нее... Вот, Синя, давай отсюда Покажи При том, что она в кузове универсалции Она остается достаточно компактным аппаратом, да То есть ее можно без труда припарковать в городе Ее можно без труда припарковать в городе, да Ну, единственное, на что я обратил бы внимание На, может быть, действительно цвет Цвет В таком сером цвете, может быть, как бы визуально возрастает цена этого автомобиля Или как бы ценность, но, безусловно, не все грани Вот вы заметите, да, вот здесь в тиснении, да В штамповке дверей есть разные грани Здесь они проходят до задних фонарей, да Здесь у нас выступ Не так сильно играют, как если бы это был какой-нибудь яркий цвет Ну, допустим, красный, да Или голубой фирменный Или голубой, да, фирменный Ну, на самом деле, действительно, правильно подойдите к выбору цвета дисков Да, вот мне кажется Ну, вы знаете, что правильный выбор цвета, это черный Но в черном, мне кажется, не очень хорошо, да, будет именно этот кузов играть Но в целом я бы так назвал Смотрите, все-таки сарай от Шкоды Это чисто семейный автомобиль Варианта от Гальфа, ну, от Вольксвагена у нас нет на рынке Остается Ауди Спортивный Ауди А4 Allroad или Ауди А4, условно говоря, как у них этот называется кузов-то, господи Ну, в кузове универсал Allroad Нет, Allroad это комплектация, имеется в виду, ну, такая уже внедорожная Как-то у них называется, короче Как-то у них называется Но универсал от Ауди будет стоить гораздо До хрена До хрена Поэтому это, условно говоря, бюджетная версия Ауди Спортивный универсал Спортивный универсал Нет, ну, самые лучшие, честно говоря, лесные отзывы Если выбираете между его конкурентами на рынке, то против этого аппарата Ну, опять же, кроме этого гребаного российского пакета Сказать по большому счету плохих слов Ну, не заплатили нам за плохие слова Не заплатили Мне тут человек пишет, я могу показать Вконтакте пишет Человек говорит Сергей, а сколько вы берете денег за то, чтобы показать мою машину на тесте? Сколько мы возьмем? Девушка, извините, пожалуйста, можно один вопрос? Один вопрос Душа моя, вы узнаете марку этого автомобиля? Кровь мне А можете посмотреть на задницу, да? На Что это за марка? Что это за машина? Сиат Это вы прочли снизу, на номере? А знаете такую марку Сиат? Ну, в общем, да Чья? Это из какого? Из какой группы? Родственники кому? Корея Корея, хорошо Спасибо большое, спасибо А вам нравится такое тип кузова, универсал? Ну, наверное, да Да, это удобно Ладно, спасибо Спасибо Ну вот, друзья мои Короче говоря, по-прежнему Я Почему Действительно хотели Может быть, нескольких женщин, если удастся спросить По-прежнему узнаваемости марки Сиат В России нет И видите, уже дизайн корейцев пришел к тому, да? А корейцы же купили аудюшного дизайнера, да? Что она смотрит на На оптику На брата Ауди и говорит, что это Корея Да, хотя мы все понимаем, что это Европа Так что работать и работать еще маркетологом и рекламщиком То есть уже не Сузуки Уже не Сузуки Но Корея Но все еще Корея Корея Беда Значит, встретили молодежь сомнительного вида Значит, молодежь с барсеткой Так, молодежь, здорово И с золотой цифурой Как зовут? Саня Саня, сколько лет? Этот Евгений, продавец корсет Отлично Джека Значит, сколько тебе? 24 Тебе? 20 Парни, что это за тачка? Что это за марка? Сиат Ну, что это за машина? Что за машина? Вот вообще в целом Какие ощущения от нее? Вообще не айс, честно Не айс? Почему? Ну, не знаю, Сиат Ну, чья это машина? Немецкая, вообще, насколько я знаю Немецкая, да? Ну, а в чем ее проблема? В чем минус? Как ты думаешь? Не знаю, мне кажется Не настолько известный бренд Ну, известность, ладно А сама по себе тачка Если это немецкая Это брат чего? В смысле бренд чего? Брат, брат Брат каких других? Брат, брат Брат, от Volkswagen скорее, наверное Так, Volkswagen Это хуже, чем Volkswagen? Ну, я думаю, да Почему? Ну, не знаю Ну, это потому что Отдельная линейка, наверное, поэтому Так, а ты что не думаешь? Да, я вообще не знаю Ты что продаешь, что продаешь? Ну, все продаю В магазине А есть права? Конечно Так, а ну-ка сядь Вот, ну-ка Мне просто интересно Значит Ну, как ты думаешь Это дешевле, чем Volkswagen? Смотря какой Ну, давай сядь Просто сядь Сегодня на Джеки на новый ехал Так, вот же А, ну, есть с чем сравнить? Да, конечно Ну, давай Рассказывай Ну, пахнет вкусно Пахнет вкусно Это от меня, брат Ну Выключи приемник, Иваныч Выключи его Ну, вот Что это такое? По ощущениям Потрогай руль Ну, тот же Volkswagen Прям даже похоже На самом деле Ну, больше к Audi тяготеет Вот интерьер Тот же самый Линии, да Вот эти все Или к Volks Или к Skoda Больше, наверное, к Volks Все-таки Мне так кажется Так Ну, чисто внешне Если Дешевле, чем Volkswagen По ощущениям По материалу Или все то же самое Не знаю У тебя самого Какая тачка? У меня Astra Тоже немец Восьмой год, да Ну, там, конечно Уже старенькая А здесь все Нулевая? Как говорят Цымуха не х** Нет, ничего Нормально Хорошо Ну, а какие реально Претензии вот к этому бренду? Только то, что он неизвестен Ну, условно говоря На тебя будут смотреть Как на белую вазу Снаружи он Снаружи он Чем он проигрывает? Вот скажи Снаружи остальным Скучный Похож он на Volkswagen Очень сильно И в то же время Это не Volkswagen Как бы То есть Не туда, не сюда Мне так кажется Ну, то есть Лучше Volks Лучше Jetta даже Мне кажется Ну, то есть В кузове седан Да Ну, ладно, брат Хорошо Ты ответы дал неправильные А ты иди сюда Иди сюда Жека, иди сюда Отлично И не надо ничего понимать Надо чувствовать Садись С парнями в машину Тебя водят парни? Нет Ладно, Жека, давай Ну, что ты чувствуешь? Вот по ощущениям просто Чисто как Ты же в магазине Не тесно Не тесно У тебя какой рост? Ну, 180 копейки Так Хорошо Возьмись за руль Вот так Надо браться Так Сейчас, давай Ногу на педаль И поехал Все Ну, а серьезно Ну, что чувствуешь здесь? Ну, не знаю Ничего, неудобно Неудобно? В какой машине тебе было удобно? В какой рост у тебя еще раз? 184 180 Он последний раз замерялся В детском саду Ты, получается, выше нас Потому что, ну, в принципе Нам достаточно комфортно Ну, хорошо А в какой ты машине ездил Что тебе было удобно? В зеле В каком? Ай-40 Ай-40 Белоудобно, да? Хорошо, брат Покомфортнее Ладно, вылезай отсюда Этот человек тоже нам не нужен Парни, просто шлифт сфотографироваться Я смотрел автору новую тестировали Не знали, как багажник открыть Так Вот Там на кнопочку надо нажать На значке кнопочка Ну, ты понимаешь А вы думали из салона, что открывается? А там вот кнопочка такая Дай, подержался Да, пожалуйста Нормально я сходил Хочешь себе такую барсетку? Бери Ты нажди, не скоро Мадын Кенза Ты чем занимаешься-то? Аутстаффингом Чем? Это корпоративная тайна Аутстаффинг? Да Когда люди снаружи Штрафные тайны покупатели Вне штата Вроде того, да Что, серьезно? Ты продавец и покупатель Ты зашел проверить, как работает Джека, да? Рекламируем нашу компанию Обращайтесь А сколько стоит Темно, ты понял Запикали Ну, у нас не по-часовая оплата По итогам Оклад и продажи, да А продажа-то в чем? Продажа услуги Самой Аутстаффинга Понятно Вот Может, мы тоже куда-нибудь устроимся на аутстаффинг? Ты, к сожалению, слишком узнаваемый Да Из таджиков точно Самоузнаваемый Самоузнаваемый До 30 лет Погоди, а женщинам какие правила? То же самое А внешне они какими должны быть? Внешне дресс-код Погоди, а если, например, надо проверить услугу для такого старпера, как я? Кто будет проверять? Вот ты малолетка Почему нет? Ну, а как? Ты говоришь, до 30 лет А как будет? Вот, например Например, ну, мне надо проверить услугу Какую? Ну, как корега прилегает к зубам, нормально Как он будет это проверять? Да ладно Ладно Давай телефон Давай сфотографируемся, брат Сделай сэлфи, да? Сэлфи Сделай, брат Давай, иди сюда Давай, давай Так Жека фотографируй Ага Жека давай Нормально Парочку, парочку давай Парочку аутстаферу Ты сам-то из Мензы? Нет А уран из Москвы Из Москвы? А где ты встретил Жеку? В магазине Мы уже почти друзья Ааа Почти друзья Какая-то схема пошла Схема Ну, все, давайте, брат Спасибо, ребята Давай, Жека, давай Жека, давай Короче Обращаемся к офису Сеата Если уж вы вышли на рынок Да, были времена, когда Сеат был представлен дилером А не представительством, да? То занимайтесь дальнейшим продвижением самого бренда Нужно объяснить потребителю, что это действительно немецкий автомобиль И чем он отличается Да, и чем он отличается от других таких же немецких автомобилей Потому что... Здравствуйте 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 Здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут? Ольга Оленька, один вопрос Узнаете марку этого автомобиля? Что это за машина? Сеат Леон Сеат Леон? А вы откуда знаете? Здравствуйте Вы купили такой автомобиль? Нет? Но это чей автомобиль? Вот кто братьев у Сеат Леона? Ну, других производителей Итальянские марки, я думаю Это Италия, да? Да, конечно Ну, а как ты думаешь, это хорошая машина? Ну, я думаю, что неплохая Сколько он может стоить, вот новый такой аппарат? С хорошим марком? Около от 70 до 900 тысяч А у вас есть машина? Да А у вас какая? Ну, скажите Японская Японская, да? Ну, а в чем принципиальное отличие Между итальянскими машинами и японскими? Не знаю, качество, наверное Ну, а у кого лучше? Я думаю, у немцев У немцев, да? Но это итальянская Хорошо, спасибо большое У вас прекрасный лапсердак Спасибо Да-да-да Вспомнил, мама, у меня лапсердак Не-не-не-не, это наш автомобиль Девушка с шарфом Луи Виттон Это так и написано Она сердцем чует Как вас зовут? Меня Мария Машенька, скажи, узнаешь марку этого автомобиля? Ну, что за автомобиль? Наверное, Сиат Я такой, что за О, неплохо работают маркетологи все Наверное, в Испании, я так полагаю Ну, ты разбираешься, да? Ну, да Ну, это по качеству хорошее? Вот зачем Хороший автомобиль? Не могу сказать А у тебя есть машина? У меня есть Какая у тебя? Ну, не важно, тут же иномарка Мерседес? Нет ЗАЗ? Нет Ну, не важно, другая РАФ Слушай, а вот штаны с лампасами твои? Мои, да, раз на мне одеться Ладно, давай Ну, ладно, да Подойти к человеку и сказал Это твоя куртка? А он говорит Да нет Не моя И все У нас, знаешь, как У вас была школьная форма в школе? Да Коричневая А вот здесь вот были наклеены? Какая коричневая? Блин, сантехником учился Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok